Что это? Кто это? Ребятушки, кто это играет? Из Прайма. Ладно, с Сейсом-то мы знакомы. А вот кто такой Б-непонятные символы, Б-непонятные символы Прайм? Может, проблемы с кодировкой? Бамблби. Бонг-бонг. Бонг-бонг. Бомбом. Помню одного интернетовского персонажа, Бомбом, который любил на камеру говорить. Глазище. Бомбом. Хорошо. Всем еще раз добрый день, особенно если вы записи смотрите. Запись только что пошла. У нас первый матч специальной лиги. Коротенькой. На недельку. Специально для выходных ее организовали. Называется она КСЛ. В ней принимают участие корейские команды. Называется она незамысловато. Кореян Стар Лиг. Проходит все дело на тайваньском... Ну, видимо, на корейском сервере. Тайваньский клиент. Комментировать все это дело мы будем, как вы могли догадаться, уже непосредственно из игры. То есть качество картинки будет хорошее. И постараюсь не испортить отличного качества игры своими комментариями. Я, Майкер, он же Миша Бобер и так далее. Оставляйте комментарии внутри новости. О, события. Там, я чувствую, за этот недельный марафон будет много-много-много-много комментов. И сейчас, кстати, 26 декабря уже веет Новым Годом. Новогоднее настроение создается всякими... Ну, выйти на улицу стоит. Хотя, давно я не выходил на улицу. По итогам с рейсом созваниваться и общаться. Зачем? Да, ну, зачем? Да, очень весело. Начинается первый матч. Значит, какой у нас формат? Две команды играют друг против друга до того, как одна из них наберет 6 очков. Система, если вы... Ну, она мне ближе по Варкрафту, потому что это похоже на энгельную систему, которая долгое время, лет, наверное, 5, практиковалась в Варкрафте. То есть выставляет изначально двух игроков. После поражения команды, проигравшие, выставляет следующего. Причем у нее есть преимущество в выборе карты. А команда-победитель, соответственно, оставляет этого же самого игрока, который пытается во второй раз принести... Ну, во второй раз выиграть. Второй, третий и так далее, пока его не убьют. Может быть, счет, соответственно, 6-5 в самом конце. То есть максимум нас ждет 11 матчей. И в первой игре, как вы могли догадаться по иероглифам, играет Эйс из команды Стартейл и Бонг-Бонг Прайм. Ну, из команды, соответственно, Прайм. Это ПВЗ. Естественно, ПВЗ. Можно догадаться по иероглифам или по значкам, которые были нарисованы рядом. Ну что ж, готовы мы к качественным корейским матчам. Это другая школа, это другой мир. Это же... Это же Корея, которой так много говорили совсем недавно с Касом. Который туда намеревается для того, чтобы потренироваться и привнести в свой игровой стиль агрессии. Титан тоже отмечал другую школу. Да и не зря туда европейцы и американцы стараются уехать, потренироваться, чтобы повысить уровень своей игры. Так, еще одна хорошая новая исключается в том, что у нас не будет, я думаю, проблем со звуком. Стрим идет сразу на три сервера, так что если у вас на одном из серверов будут возникать проблемы, помните, что есть возможность переключить плееры. Там Овнит, один экспанд, другой экспанд. В общем, много всего. Итак, Эйс у нас Протас. Играет, судя по всему, через фаржу. Карта маленькая, не помню, как она называется. Кажется, Дуал Сайт или Дэй Брейк. Кажется, Дэй Брейк все-таки. Дуал Сайт это похожая карта, но тоже на двух. Проверяет спрятанного рабочего пробка грамотно. Грамотно, грамотно. И после этого заходит к Зергу, который играет в 14-й пол. Так, музон потише, хорошо, без проблем. Сделал потише звуки. Потише, раз, два, три. Так, все нормально. Вот она фаржа. Тут, кстати, нельзя пройти. Это фейковая такая дырочка. То есть можно на клетку фаржу отодвигать. От внешней рампы. Это не часто практикую. Надо намотать себе на ус. На бобриный ус длины. Не успел помешать сейчас поставить хату. Довольно странно. Хотя можно было выиграть секунд 20. Но, видимо, для того, чтобы хватило денег на быстрый Нексус. Это сделал Эйс. Причем он не спешит за Фатонкой. Он сначала делает гейт. И после этого только собирается построить Фатонку. Которая, может быть, даже... Да нет, она не должна влезть сюда. Здесь всего одна клетка. Вот, ставит Фатонку здесь. Выводит сразу оверлорда третьего на... На третью базу. Первые собаки пошли и разбежались на пару зелнак. На третью, наверное, и одна контрольная на разведочку. Неплохо. Что делает Тос? Начинает он с одного газа. Нет, почти два синхронно одновременно. А что делает Зерк? Квина-квина добывает газ. Газ, судя по всему, добывает под мув. Но пока все, в общем-то, нормально. Не застраивается полностью. Делает кибернетку так, чтобы можно было пройти мимо гейта и кибернетки. Причем любым... Юнитом любого размера. И сталкером, и зелотом. Чекает третью базу Тос на тайминге 5 минут. А тут заказ рабочих. Ой, Квина специально была выведена, чтобы пробку не пустить. Всего один оверлорд висит вот у... У Зерга. Ух ты, лак какой. Это я лагаю. КСЛ Рус, кажется. Хотя нет, это там второй, кажется, стример еще есть. С таким же именем. Потому что если бы я лагал, у меня была бы табличка другая. Старгей. Ну, по страте МС играет сейчас Эйс. Хотя, черт его знает, чья это страта. Мы просто ее впервые увидели именно у МС. Вполне вероятно, что это будет просто через грелку опенинг. Зерг полномерно раскачивает нычку. Он строит только рабов. У них сейчас одинаковое количество рабочих. Но вот в таком моменте, как правило, Зерг уже начинает перегонять Тоса. По экономике. Третий, четвертый ГАЗ. Грейт на гейты. Сталкер весьма смело ходит. Собирается проверить третью. Приходит на третью, проверяет, видит нет, понял, уходит. Но по таймингу у нее все ок. То есть, мувы еще нет у собак. Здесь действительно Войд Рей. Ну, это такой универсальный вариант. Во-первых, Войд Рей может напрячь третью. Войд Рей может отбиться от Роучей. Войд Рей может даже похарасить вместе с Фениксами две базы, которые есть. Здесь Эволюшн и Лейр пошел изерга. Но он сейчас третью поставить, соответственно, не сможет. Просто потому, что, ну, с чем он будет? Ой, Сталкер съедят, безусловно, съедает Сталкера. Он успевает убить одного пса, и это не совсем честный размен. Всего одна пробка в застройке. Но есть ее крайне неудобно, просто потому, что, когда вы подбегаете к пробке, вы должны, ну, хотя тыкнуть на нее, если попасть точно. Через атаку, если послать, то собаки пробку есть не будут. Учитывая то, что их будет атаковать Фатонка, у них приоритет другое. Так что, либо вы принудительно тыкаете на пробку, либо, когда вы забежали собаки, при тыке, вы нажимаете халду. Более сложный вариант. Феникс. Прилетает на мейн, видит Квену и ЛР. Больше ничего не увидел, Роуч Варона нет, соответственно... А, Роуч Варон у нас на экспанде. И Тос этого не видел, да, он вообще не видел. И Гидралис Гден, и третья база. И пара споровиков. Как по экономике. Впереди уже зерк на шесть рабов. Собаки сделать ничего не могут. Зелт еще варпает. Тос. И готовится, кажется, к агрессии на третью базу с плюс один и воздухом. То есть у него доделывается грейд. Сразу делает роботик со сумречный совет. Ну, похоже, что это выход в колоссов, но сумречный ему нужен для того, чтобы продолжать делать грейды. Все это с двух баз. Но благодаря тому, что он добавил третий и четвертый газ очень рано, у него газа скопилось просто миллион. Минералов даже скорее не хватает, чем газа. Интересный билд. Так, и тут агрессия. Пришли зелки с плюс один, Роучи все еще нет. Поэтому зелоты свой дрейм на парочку. Зелоты отгоняют, соответственно, квин. И свой дрейм довольно быстро убивают. Прибегают собаки. Сделать они тоже ничего с зелками не могут. Отменяется хата. Ой-ой-ой, еще. Какой жесткий там пушик. Вроде как бы ничего такого серьезного. Но уже минус квина. Минус несколько рабов. Минус хата. Гидра отобьется. Конечно, Гидра отобьется. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Гидра начинает убивать. И Войдрея может запилить. А, по слизи Гидра слишком медленная. Сколько у нее? Тоже 2.25. Не догоняет. У очень многих юнитов это стандартная скорость 2.25. У Мариков, у Зилотов. У Гидры не по слизи. У Войдреев. Собирается еще разок попробовать пропушить. Но здесь слишком много собак. Фениксы пытаются вырубить Гидру. Убивают одну, убивают вторую. Но псов реально слишком много. Несмотря на наличие грейдов, псы вместе с Гидрой очень быстро расправляются с зелками. В этот самый момент делается плюс 2. Колосятня. И грейд на скачок. Любопытный грейд. Учитывая то, что... Ну... Зачем? Ну опять же, видимо исходя из логики, что газ у меня есть и мне все пофиг. Зерк контроли третью базу. Фениксы летают. 4 штуки. Одного убили. На мэне есть что подхарасить. Тут и битая квина и довольно много рабочих. Сейчас можно увидеть квину. Она довольно привлекательная жертва. Но, кажется, не увидел количество хп. Буквально один подъем и не успели бы к вины подойти и... Подлечить. Залетает оверсир, его встречают сталкеры. Он успевает увидеть роботикс и цитадель. Вообще, разведка ничего не сказала. Ну то есть, вроде как и колоссы, вроде как и могут быть и даркие темплары. То есть, наличие вот этих двух зданий у Тоса на базе говорит о том, что у него любое технологическое развитие может быть. При том, что уже есть Старгейт. По сути, вы все, что можете делать у Тоса на Т2, это либо Сумречный, либо Старгейт, либо Роба. Он построил, в общем-то, все три здания. Продолжают убивать фениксами рабочих. Здесь уже яма-зразители. Причем Тос ее увидел. Шпиль. Очевидно, для Караптеров и против Фениксов, и против Колоссов. Но сейчас Зерга очень важно первыми Микозерами попробовать словить все-таки Харасящих. Ой-ой-ой-ой, выход на третью базу у Тоса. Здесь отдается несколько псов. Они были скорее более, ну, больше разведчиками, но... Но все равно жалко 8 собак. Просто сразу ставить несколько фотонов для того, чтобы предотвратить забегание. Причем Фатонки ставятся так... В разброс. Так. Четвертая база. Здесь пробка сохранилась. Причем Пилон Зерк не заметил. Ой, попытка убить Квину. Караптер бьют. Решил он не менять Феникса на Квину. Также решил не уводить за собой наверх, чтобы караптеры не спалили Пилон. Ну, здесь подварб, скорее всего, будет. Просто четырех зелков. Такой легкий подварб для того, чтобы отменить хату. Полезная вещь. У Тоса меньше лимита, но это довольно стандартная тема на такой стадии. У Зерга и Нычка пораньше, хотя караптеров очень много. Уже шесть есть. Еще шесть строилось. Тос переходит на третью. В его армии стандартные колоссы-сталкеры СН-3. Нычка я закрою. Закрою чат. Спалили Пилон. Все-таки. И тараканы с гидрой его довольно быстро сносят. Тос весьма смело выходит сейчас. Домой вернется. Очень смелый Тос. У него не доделался третий грейд на атаку. Он еще планирует выходить с темпларов. Более того, у него только что достроилась третья база. Он планирует какой-то поджим. Но мне кажется, что он больше пугает. То есть он сражаться не будет. Он максимум, что сделает, это откинет форсфилды и в освоясь отступит. Да, вот. Откинул форсфилды. Но потерял колосса. Оверлорды летают. Оверлордов дропа нет, но они просто дэмэдж поглощают. Прикольная фишка. Ну просто если через атаку феникса вот так вот они стреляют не по карактерам, а по оверлордам. Найс. Ну конечно оверов убивает. Естественно оверов убивает. Но если вы возьмете юнит зерга, любой, за 100 минералов, вы не найдете такого жирного, как оверлорд. Битва тем не менее продолжается. Роучи с гидрой на сталкеров, с блинком. И там был один иммортал, его убили. И протас даже разменялся в плюс, казалось бы. Но он потерял всех колоссов. Это важно. Вот с оверлордами. Прикольная тема. Ну что, у них 200 жизней, стоит 100 минералов и всегда под рукой. То есть вы фактически в любой момент можете добавить определенное количество хп, при условии, что товарищ сильно специально контролить не будет. А чаще всего протасы, когда начинают контролить, в первую очередь отправляют через атаку. Все. А потом уже начинается контроль с энтрями, колоссами и прочей лабудой. В Европе так никак никто не делает. Я довольно часто буду сравнивать с европейским стилем, тем более, что для меня вот эти вот матчи, они... Ну это первый такой ингейм опыт наблюдения за корейцами. Вроде как несложно, да? Взял оверлордов в отдельный бинт или даже в этот же бинт и послал через атаку. Они просто полетели на противника. Главное, чтобы это было все вместе. Чтобы у вас отдельно оверлордов не убили, а потом армию. То есть чтобы это синхронизировано все было. У ТОСа тем временем доделывается грейд на ПСИ, начинаются уже апгрейды на защиту. Небольшая группа ЗИЛ это в диверсионных, безусловно, собирается... Ой, а тут нычку убили. Как я пропустил-то? Да, я слишком медленный. Минус два оверсира, хорошие форсфилды. ЗИЛ это снова чекает нычку. Сейчас у Протаса отличная ситуация, потому что он остался 3 в 3 с зергом. Ох ты, Шторма выщелкнул сейчас зерг. Ой-ой-ой, кажется тот здесь задавит. Ну, банально у него... Здесь брудлорды делаются, они сделаться не успеют. А там сталкеры с блинком, с тремя грейдами на атаку, в брудлорды без прикрытия, вряд ли смогут что-то такое прям... Ну, не успеют они сделаться. Все, их начинают уже выщелкивать. Одного, второго. Оверлорды пытаются как-то прикрыть своих пацанов, чтобы нельзя было сфокусить. Прикольная тема тоже. Появляются первые бруды, но их осталось буквально 3 штуки. На сталкеров миллион сталкеров. Это уже отдача нычки, четвертая зерга. Хотя роучи подходят. Довольно много роучей. Но лимита у Протаса все равно значительно больше. Он выводит рабочих, приводит. Нексус начинает демотивирующие строить. Найс! Блин, я уже обожаю этих ребят. Взял с собой 15-20 рабов и пошел строить Нексус. Пойду чат гляну. Они психи просто. Это новый мир. Я уже говорил об этом. Прикольно. Сделай по-английски имена игроков. Основа дико лагает. Смотрите другой экспант, смотрите овнет. У кого-то основа не лагает. Кто победил? Терн? Какой, к черту, терн? Репки обязательно сохрани. А какая здесь я... Ой. Ой. Ой, куда я зашел? Это новый батлнет. Что мне там пишет? Вон, говорят, основа не лагает. Да, реплейки вот здесь. Вот, да. Я понимаю. Я-я. Ну, мне для начала нужно получить ответ от рейса. Получил я ответ. Сейчас узнаем, что он ответил. А, только воды allowed. Sorry, пацаны. Нарушать я не буду. Оставляйте комментарии внутри новости слэш-события под названием, там, трансляции... Что-то там с КСЛ. О, комменты. Предлагаю Dengeon Keeper. Хорошая игра. Я тоже думал поиграть в Dengeon Keeper. Но мы будем сегодня в магику для начала играть. Да много будет стримов новогодних. Лимба, скорее всего, будет. Может быть, будет что-нибудь из хоррора, типа Амнезии. Многие хотели. Убери цензуру с StarCraft 2. Ё-моё. Я не знаю. Чё-то я снял. Может быть, Dark Messiah будет. Да, вариантов достаточно много. Мне во всё будет интересно поиграть. Так, мы периодически будем пускать рекламу, но большинство из вас её видеть не будет. Это просьба организаторов. Спасибо за понимание. Миша, не кажется, что затея с овером достаточно прохладная? Если то, что отфокусит оверов и размен будет равных лимитах, то у зерга возникнет проблема с заказом до варпа. Ну, тут нужно просто немножко подумать. Прости, что я так сразу. Берём условия, что у них одинаковое количество, ну, прочие равные условия, да, стандартной ситуации. То есть у зерга нет колоссального, там, отставания жёсткого. Вот у одного есть армия, у другого есть армия. Предположим, что там стандартная армия, там, у зерга, там, 180, у протаса в таком лимите 140 или 100, там, 150 максимум. И идёт размен. Если бы протас, если протас начинает убивать оверлордов вместо армии, то, очевидно, армия зерга не уменьшается. То есть вместо того, чтобы бить по тем же самым, по той же самой гидре или по тем же самым роучем, опять же, сталкеры бьют по оверлордам, которые по стоимости и по соотношению хп, точнее, к стоимости, они значительно предпочтительнее для убийства для зерга, чем ценная армия. Вот, то есть если просто в стандартной ситуации протас будет атаковать оверлордов, то он точно проиграет. Вот, имхо. Ну, это как бы просто логично, потому что, если ты не убиваешь армию, если ты тратишь определённое количество дэмэджа в оверов, то тебя сбреют. Ха-ха. Сейчас Эйз будет играть с... Да, согласен, что подарок хороший на Новый год. Мы очень много информации попытаемся выудить из азиатских игр, тем более, что, ну, прикольно кликать. Ну, имеется в виду, что непосредственно из игры. Все дела. Это приятно. Продолжение Skyrim, Уфо предлагает. Ну, скорее всего, это мы будем решать голосованием. А, Марин Кинг сейчас будет. Найс. Марин Кинг. Давайте я попробую действительно табличку сделать. Вот так, да? Ну, простую. Помельче только. А, её же можно так масштабировать. Фоксер. Под этим аккаунтом, да, говорили уже. Убери цензуру. Я попробовал убрать, не знаю, удалось или нет. Из-за погоды кажется, что будет не Новый год, а 1 сентября в школу идти. Ну, у нас тоже хотят снежок вроде вчера или сегодня выпал. Будем надеяться, что всё-таки Новый год будет со снегом. Стоит ли брать монитор Бэнк, которые новые? А я не разбирался в мониторах, если честно. Не выбирал себе ничего. Поэтому, к сожалению, не могу ничего авторитетного сказать. Сегодня будет стрим по магике втроём. Будет брат, Дима, будет не Фанда и я. И я. Предлагаю пользоваться гуглским транслейтором и переводить никнеймы игроков. Ладно, начинается второй матч. Стартейл, получается, ведётся счетом 1-0. И на дуал-сайте они будут играть. Только, возможно, мне придётся поменять их местами, если ТОС будет... А, угадали. Только повыше сделать, чтобы... Ага, отлично. Хорошо. Маленькая тоже компактная карта на двух человек. Насыщенная, можно сказать, нычками. Здесь есть и, кстати, может быть без золота она. Да, здесь золото заменили на стандартную нычку. Есть несколько версий этого самого дуал-сайта. Как раз отличающийся, насколько я помню, исключительно золотом. Точнее, его наличием или отсутствием. А также поворотом вот этого вот экспанда третьего, который в первой версии был немножко вот так вот влево завёрнут. Насколько я помню. Ну, чуть-чуть. То ли второй газ был слева, то ли ещё как-то. А что касается экспандов и рампы, на первый взгляд, ничем не отличается от прошлой версии дуал-сайта. Газы там, где надо. Да. В остальном прекрасная маркиза всё так же. Всё хорошо, всё хорошо. По центру золнаги, которые контролируют... Ну, две золнаги, которые всю практически карту просматривают. Идёт разведка после гейта у Эйса. И его противник, ещё раз повторюсь, Марин Кинг. Марин Кинг. Блин, как бы мне это попереводить? Никак же не... А есть перевод с Кепчи? Иероглифов? Может, кто-то знает такой сервис? Чтобы не надо было выделять. А, в журнале же можно выделить. Не, нельзя. Эх. Блин. Так бы я спринт-скринил бы, вырезал бы и поставил бы. Ладно, кто корейский знает? Надо как-то решить эту проблему непонятного чата, потому что явно он интересен. Предложение в комментариях свои оставляйте. Может, действительно из двух-трёх тысяч зрителей, которые у нас сейчас есть, есть человек, который корейский знает, и можно будет просто добавить в скайп и читать его перевод. Синхронный просто. Было бы очень здорово иметь такого переводчика. Опачки! У нас тут казачок. Казачок спрятанный. Пробочка, которая... Который периодически есть выделяет. И по таймингу он должен будет... Вот обожаю таких пробок. У меня у самого такое редко получается, потому что терны чаще всего делают застройку на рампе и видят, что ты не уходишь. А опа, опа, опа! Смотрите, какая пробка молодец! Взяла, спалила ЦЦ. Ха-ха! Ну, это просто... На две предстоящие минуты у тебя есть разведка. Просто вот ты знаешь, что может быть, а что не может быть. Великолепное. Великолепно. Надо практиковать такие вещи. То есть более плотную разведку. Цикл сократить, что ли? Временной. Ну, потому что это... Тебя сейчас сразу руки развязывают. Ты можешь делать что угодно. Можешь строить стратегию, исходя из того, что ты увидел. Ставить либо нычку внизу. То есть она не догоняющая получается, а более агрессивная за счет того, что ему надо перелетать, а у тебя еще раньше... Ну, то есть чуть позже нычка, но по времени получится, что она раньше будет. Плюс ты можешь заранее достроить рабов, не опасаясь того, что тебя там прибьют. Просто потому что знаешь, что у нее деньги тоже потратичены на экспант. В общем, такая разведка, она хороша. Она хороша. Один барак под реактором добавляет еще два барака Марин Кинг. Мы помним, что у Марин Кинга есть нездоровая любовь к морпехам. Он их любит контролить, он любит ими выходить, он любит ими убивать. И, в общем-то, ранняя агрессия с его стороны, в общем-то, может быть. По крайней мере, он не переставая строить мариков под реактором, это опасно. Это подлагивает. Но это не я, что приятно. Еще два барака достраивает эйс, у него доделывается потихонечку грейд на гейты, добывается уже два газа, и он не спешит делать... Ну, вот спайки есть в игре. Не спешит он делать роботикс, потому что она, по сути, не так ему сильно нужна, так рано, потому что он знает, что Баньши лагает. Лагает. Игры проходят на тайваньском сервере, специально скачал тайваньский клиент, патчил, узнал, что было выпущено 22 патча уже для Старкрафта, вот за этот чуть больше, чем год, история игры. Больше, чем год. Полтора почти. Год и 4,5 месяца. Год и 5 месяцев. Пойду пока комментарии гляну. 47-й был последним, 56 уже, 9 комментов новых. Не могу я врубить HTML5, могу только попросить Локи. Так, отписал я, как раз под паузу. Отлично. Доделался Nexus, здесь доделалась CC, кидается мулы, здесь 2 лабы синхронные, это похоже сразу 2 грейда и щиты стимпак. Но у него лабы есть, а вот газа на это все дело не хватает, конечно. Не хватает, поэтому заказал сначала щиты, Marine King. Здесь уже нычка начинает работать, более того, протос подстроил рабочих. Блин, найс, конечно, экономика шикарная у него, просто шикарная. Сталкером все пасет, увидел мародера. Может быть, подвыход с фугасами и щитами. Опасный он, конечно, для терана, потому что он же разведку не делал, он не знает, сколько там гейтов. Поэтому ему скорее надо тут ставить какой-нибудь бункер и дефенсно играть. Хотя он идет в атаку. Агрессив плей. У Тоса реально не так много армии, по сути. Причем он делает сумречный совет, еще форжу. Сейчас видит, что к нему выходит, нужно срочно делать имморталы или там варпать юнитов, потому что страшно. Вот эта вот армия, да, она без стимпака, да, она без щитов, но здесь народу-то много. Ой, то есть щиты сейчас будут, кстати. Очень многое зависит от форсфилдов, грамотно кинутых. Не хочет нападать до появления грейда на щиты. И, кстати, заметьте, что в армии Тоса нет практически зилков. То есть всего один зилот, и это классная тема. В принципе, зилоты не нужны, получается, если вы видите, что противник АЭКС для меня только сейчас это дошло, потому что нет, они могут пригодиться, но если говорить об отбивании пуша с мариками и мародерами, именно от отбивания при помощи форсфилдов, то зилки как раз не нужны. Нужен только рейндж, для того, чтобы кинув форсфилды вы спокойно могли расстреливать человека, который подходит. А вот чтобы зилки вот так не отдавались. Еще форсфилды. Гуарен щилд. Нет, не хватает гуарена. Кажется, Марин Кинг сейчас продавит. Стимпака продавит до сих пор нет. Нет, скорее здесь будет более-менее равный размен. Не, не равный. Перещелкать мариков красных, раз. Фугасы есть, сделать ничего не сможет сделать с оставшимися мародерами, но этот размен был безусловно в пользу Террана. Безусловно. Так, Иммортал, самречный совет не пригодился, только первый играет на атаку, что по рабам. 48-42, разница не такая большая, с учетом мулов, можно сказать, что Терран уже немножко впереди по количеству рабов. У Марин Кинга, соответственно, делается плюс 11 импак и выход в медываков. Вот у нас факта, вот у нас реактор и космопорт. Хорошо. Опс. Эйса летит, чтобы чекнуть мейн. Залететь, посмотреть типы юнитов и главное количество, в котором они строятся. Видит, что он видит? Две лабы, реактор, добавляются еще два барака. Видит, что факта перелетает, но он кусочком это сейчас вот увидит медываки появляющиеся. Вот. Увидел старпорт и то, что начали строиться медываки. Опасная ситуация для Тосов в плане технологии. То есть сейчас у него не то, что колоссов, у него самая жесткая технология это сумречный совет с делающимися ножками для зелков. При том, что самих зелотов только три штуки. То есть с медываками ему без центрей, без, не знаю, без темпларов или колоссов будет сражаться сложно. То есть не просто против медываков, а против вот такой вот гапши по земле плюс медываки. Разница по лимиту очень существенная. Сейчас уже в пользу Марин Кинга плюс 25 лимита у него, не говоря уже о том, что опять же с появлением первых медываков сила этой самой армии будет значительно выше, чем у Тоса. ой-ой-ой. Тут всего шесть сталкеров, часть зелотов на базе доделывается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Врывается как Марин Кинг. Справа подходит делки с ножками, врываются в мародеров и марпехов, подлетают первые медываки. Неплохо кстати. Нет, все равно здесь слишком много Марин Кинга щелкается и Мортал буквально в два залпа, пытается с рабочими как-то отковыряться, дождаться следующего подварпа, но ой, как убивается великолепно подварп, шаг-выстрел, шаг-выстрел минус 4 зелка из 6 снова выводит рабов, чтобы хоть как-то прикрыть своих сталкеров, подлетают еще медваки, подходят подкрепления и потеряв большую часть своих рабочих, то все равно вынужден отступить, Марин Кинг продолжает давление с очень красными мародерами, пытается и отщелкивает на хитон драни зелков, по одному великолепной контроль демонстрирует Марин Кинг, убивает зилотов остается без прикрытия сталкер, но здесь мародеры слишком красные и они умирают но да, это все равно ГГ потому что посмотрите на лимит, 90 на 45 там не отбиться от следующего прихода, и ЦЦ построил ему на мейне последним жестом, привел к СМ и построил ЦЦ, это типа как в прошлой игре, Эйс себе позволил поставить Нексус на четвертой базе Зерга, когда начал побеждать а тут, блин, я не знал, что у меня фишки корейские мой демотивирующий Нексус, он он оказывается имеет что-то общее с корейской школой прикольно осознавать, что что-то у нас общее есть в плане юмора ну весело же, да? весело? весело 1-1 даешь больше интересных корейских матчей такой юмор у них какой нафиг КСЛ даешь Нифанду? Нифанду будет сегодня вечером ориентировочно в 21.00 а ее трансляция на Ютуб залилась вчерашняя если вы пропустили барашков а, еще не обработалось все еще не обработалось ну будет будет кто стримит по вторым аккаунтам КСЛ Руси я вот, не знаю кажется, садистик мне сказал Рейс что, сейчас могу уточнить в истории не ищется сейчас, может быть, конференция была оставлена я понимаю, что это не столь важно но мне самому любопытно да прав я прав я, прав я третья страница с комментариями оставляйте комментарии не только в чате но и, собственно, в комментах к новости Слыш Событию там же вы сможете найти предстоящие матчи их расписание уже прошедшие матчи плеер, участников и там же будет появляться записи трансляции а, саунд следующий игрок будет стартейл саунд за протасов играет мне нужно еще обновить и, конечно же, я хочу и не забыл и не забыл можно, чтобы он был в Казахстане